Маш Ух ты! Маш! Что? У тебя всё ок? Чего? А, да, всё ок. Снова всю ночь готовилась к урокам? Ну конечно, зачем ей вообще эти вопросы задавать? Нет. Полночи был Мортал. Морт что? Мортал Комбат? А какой? Одиннадцатый. А на чём играла? На плойке. Ну это уже всё. Приплыли. Играть на плойке. Кирилл, переведи. Плейстейшн. Ты не говорил, что у тебя дома есть приставка. А, речь о приставке? Так, мне вчера её и подарили. Я хотела вам набрать, но уже было поздно. Мне можешь звонить в любое время. Тем более по такому поводу. Я села поиграть вечером, а потом вдруг утро. Занятная должна быть игра, если даже Маша не говорит свою любимую фразу. Угу. Ладно, так уж и быть я и скажу. Пойдёмте уже на урок. А то она кодом на нас убьёт. Эй, ребят, стойте! Я не хочу туда идти. В смысле, хочешь ещё посеять в коридоре? А что мы скажем? У нас есть идея. Давайте прогуляем урок. Хорошая шутка. Я серьёзно. Так, Маш, соберись. Ты можешь внятно объяснить, что с тобой? Ну, кроме того, что ты на ходу врубаешься. Да всё нормально, правда. Я просто уже устал от учёбы. Я заслужила играть на приставке всю ночь и весь день. Машуль, как я тебя понимаю. Но идти всё равно нужно. Зануда. Повезло, что она кодома ещё нет. И не говори. Маш, это как понимать? Сонь, я сегодня на ленивом. Что такое? Человек не может устать от учёбы? Ну, может, конечно, но даже я не настолько устал от неё. К тому же не думаю, что Анна Кондовна оцелит её. Анна Кондовна то, Анна Кондовна сё. Не грузите меня, пожалуйста. Маш, ну правда. Да что ж такое? Что она сделает отличницы, а? Я ей всё отчётно сделаю и уровень всего класса держу. Это да, но если так дальше пойдёт, то мне придётся вместо тебя учиться, а я не хочу. Дурацкий аргумент, Кирилл. В школу все ходят именно за знаниями. О, я слышу нашу Машу наконец-то. А я уже и так тут всё знаю. Нового ничего не будет. Так что не занудствуйте. А, нет. Оказалось. Всем добрый день. Так, начнём. Маша, напомни... А где... А, вот... Маша, а почему ты там сидишь? Промахнулась мимо своей парты. Я серьёзно? Нужно что-то в жизни менять. Вот, решила начать с парты. Ясно. Новый бзик в голове. Ладно. Маша, напомни всем домашнее задание. Не буду. Пусть сами всё запоминают. Я им что, мамочка? Эээ... Ну, это, конечно, правильно. Пусть сами... Согласны. Ну, вот и славно. Так... Это... Я... Наверное... Не проснулась ещё. Да? Это просто сон. Угу. Коллективный. Походу, мы здесь все спим. А мне реально такое снилось недавно. Совпадение? Всё, хорош! Давайте, наконец-то, перейдём к уроку. Такое мне точно не снилось. Тот сон закончился по-другому. Нет, ну это уже совсем за гранью добра и зла. Маша! Я вся внимание. Что вас интересует? Меня интересует, почему-то ты спишь на уроке. Логично, правда? Не поверите. Просто хочется спать. Вот и сплю. Я так понимаю, дерзить ты мне будешь до конца урока? Я просто всё знаю. Всё. Вы очень предсказуемы. Хотите, расскажу, что дальше будет. Хм. А почему бы и нет? Попробуй. Сейчас вы начнёте орать что-то вроде «Это неслыханно, я учитель, я работаю 15 лет, потом два варианта». Интересно. Какие же? Либо вы падаете в обморок, либо вы бегаете со словами «Родители в школу, вы у меня все к директору пойдёте». Ну я поняла. Настроение у тебя сегодня повыделываться, но я тебя разочарую. Да ладно. Сразу очисления из школы проходили. Скучно. Наоборот, я не буду кричать и нервничать. Я просто поставлю тебе двойку за этот урок. Ах да, простите, я забыла про этот вариант рассказать. Он мне просто показался самым банальным. Не спеши. Да слушай. Я поставлю тебе двойку сегодня, двойку завтра, двойку послезавтра и так, пока ты не скатишься ниже уровня Кирилла. Эй, мне вообще-то обидно. Я, по-вашему, совсем на дне, что ли? А ты думала, что нет? Ну-ка, восемью шесть. Ээээ... Ты заставила меня врасплох. И вообще сейчас не математика. А потом, Маша, ты получишь самый плохой табель. А потом тебя не возьмут ни в один вуз. Ой, вы не имеете права на такое. Не надо пугать. Если что, я директору пожалуюсь. И что она мне сделает? Я лучший учитель года и этой школы. Выгонит, что ли? Нет, конечно. Тем более, кому она поверит? Тебе или мне? Дети всегда правы. Детей много, а преподаватель один. Так кому поверят? Грамотному и опытному учителю или маленькой сопливой девочке? Ясно. В клетку меня загнать хотите, да? Но ничего, я поломаю вашу систему. Ой, Маша, и до тебя ломали. И после тебя такие ломальчики приходить еще будут. Не смеши. Тогда я, я, я маме позвоню и скажу, что вы тут всех обзываете. Как вам такое? От директора не влетит? Даже не пытайся. Не прокатит. А что, если я школу поменяю? Как вам такой поворот событий? Меняй на здоровье. Лучше нашей все равно не найдешь. Найду. Не переживайте. Маша, чего ты добиваешься? Ты думаешь здесь самая умная? Нет, не думаю. Я в этом уверена. Походу, кто-то зазнался. Угу. Тоже мне. Мария премудрая. Ну что ж, Маша, раз так, ты свободна. В смысле? Прямо. Иди развейся, займись чем-то интересным. Благодарю. Наконец-то до вас дошло. Не смею тебя здесь больше задерживать. Прошу. До свидания. А вот теперь самое время позвонить Лилии Валерьевне. Алло, Лилия Валерьевна. У нас тут интересная картина нарисовалась. Маша решила бросить школу. О, сейчас будет. Ну, по правде сказать, Маша в этот раз перегнула палку. Согласна. Угу. Хорошо. Ждем. Ну вот и все. Пусть для Маши это будет хорошим уроком. Может, хоть начнет за своим языком следить. Елена Анатольевна, а можно выйти? И ты туда же. Решил по стопам своей подружки пойти? Да нет, я просто не хочу пропустить приход в школу тети Лилии. А, кстати, да. Можно будет на это посмотреть? Нет, нельзя. Это вам что, спектакль какой-то? К тому же, когда Лилия Валерьевна придет, думаю, мы все об этом узнаем. Как? А вот ты где? А вот так. Умная самая, значит. Школу ты поменяешь. Ты что о себе возомнила? Все-все, мам, хватит. Ну, погорячилась. Чего сразу орать? Собралась быстро и марш домой. Там будет отдельный разговор. Ну вот и все. Сейчас Лилия Валерьевна вернет Маше мотивацию к учебе. И правильно сделает. Нечего расслабляться. Все, цирк уехал. Заходим в класс. Если что, у нас урок. Угу. Деньки и карты. Угу. 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 Субтитры подогнал «Симон»